А в Сыктывдинском районе в 12-й раз отгремел Всероссийский фестиваль исполнителей народной песни «Заваленка». В этом году лейтмотивом стал юбилей Великой Победы. Татьяна Супрядкина приняла участие в народных гуляниях. На «Заваленке» по сути главным культурным событием Сыктывдинского района уже второй год подряд не только поют и пляшут, но еще и читают стихи. На литературном подиуме в этот день выступали мэтры коми поэзии и гости республики. С России приехали, с Чуваши, с Удмуртии, с Морел читали стихи своих авторов, читали с Кирова. То есть это такой праздник поэзии был у нас. Последовав примеру взрослых, самые молодые и смелые участники «Заваленки» также пробовали себя на поэтическом поприще. На один день село Велигард стало настоящим центром возрождения народных традиций. Посетители могли отведать национальные блюда, насладиться песнями в исполнении коллективов из самых разных регионов страны и ощутить на себе всю энергетику народного праздника. Фестиваль уже давно стал ярким событием в жизни республики, большим праздником народной песенной культуры, известным далеко за пределами района и республики Коми. Начавшись как сельский праздник, «Заваленка» сегодня по празднику носит статус всероссийского фестиваля и является визитной карточкой не только Сатыгинского района, но и всей республики. Участники из Чувашии, Удмуртии, Башкортостана, Мордовии, Ленинградской области всего около двух десятков коллективов съехались в этот день в Коми. Ах, Сарамовская большая дорога, она слезами умолит. Наш коллектив называется «Шуры-Муры». Мы приехали из Архангельской области, Великодского района, село Олинско-Подомское. На фестивале впервые принимаем участие. Очень все нравится, интересно, масштабно, есть чему поучиться, есть что перенять. Архангельские «Шуры-Муры» заняли по итогам фестиваля первое место в номинации за лучшие воплощения народных традиций. К слову, на «Заваленке» музыкальные коллективы социализались в трех номинациях. Это стилизация русской народной песни, это военно-патриотическая, это обязательно. И сохранение традиций национальных. Вот три номинации, как бы в каждой номинации по три места и еще один гран-при. И плюс к тому еще пять специальных призов. Победителями в остальных номинациях стали коллективы из Республики Коми, а главную награду фестиваля получил семейный фольклорный ансамбль «Камал» из Чувашии. Тем временем, по замыслу организаторов, сквозной для музыкального форума стала тема победы в Великой Отечественной войне. Режиссер из Санкт-Петербурга Санислав Светлов пошел на эксперимент. Связал в одну постановку вещи, на первый взгляд, никак не связанные. Легенду Коми-Зырян о Пере-Богатыре и главные вехи войны с немецким фашизмом. В трехглавном змея Гундри, которого сразил Перо, он увидел образ поверженного захватчиком. В основном сценария легли легенды Коми, легенда о Пере-Богатыре, легенда о Гундере. И да, мы взяли Гундера, и это был образ фашизма, и все-таки посвятили целый блок 70-летию Великой Победы. Под девизом «Балалайка в бою подчас лучше винтовки» Коми-Богатырь Перо со своими земляками одолел змея Гундера. А помогли ему, конечно, песни и танцы. Татьяна Супряткина, Даниил Ланков, Павел Федисов, телеканал «Юргенск», Турдинский район.